К миссу радости К островам ли сиреневых птиц Все равно, где бы мы не причалили Не поднять, мне не стало ресниц КОНЕЦ Она появилась на свет 10 января 1905 года В небольшом селе Лошница Борисовского района В семье сельских учителей Жили бедно Семья многодетная, курная, изба, лучина Ее отец жил по принципу «все для людей» Так учил жить и свою дочь Пройдет время, и девочка из небольшого села Станет членом-корреспондентом Академии наук БССР Профессором, доктором медицинских наук Заслуженным деятелем наук БССР Героем социалистического труда Заместителем председателя Верховного Совета БССР И самое главное Она научится творить чудеса Она будет возвращать людям зрение Вырывая их из мрака ночи И те, кому она вернула зрение Вернула краски жизни С благоговением вспоминают ее И помнят всю жизнь И с благодарностью повторяют ее имя А звали ее Татьяна Васильевна Бирич Я проработала с Татьяной Васильевной 38 лет Впервые я с ней познакомилась в 1955 году На консультации в железнодорожной больнице Я ей показывала больного Которым было разнеречивое мнение в диагнозе Я ожидала встретить высокомерную, надменную Женщину-профессора Оказалось совсем иначе Появилась молодая Невысокого роста женщина В светлом летнем пальто На высоких каблуках И очень модной шляпки Она приветливо поздоровалась с врачами И приступила к консультации Татьяна Васильевна Посмотрела больного И тут же сказала Да, вы правильно лечили Только добавьте общевкрепляющее лечение И продолжайте лечение Еще в течение двух недель А потом решим Как поступить с этим больным Вообще она была очень такая Доброжелательная, добрая И чувство сострадания у ней всегда было Не только вот к сотрудникам Но и к больным И даже близким людям И потом она была очень целеустремленная Она загоралась просто Какой-то идеей Вот, например, мы применили впервые в Белоруссии К реакстракцию катаракты Потом уже этот метод операции С помощью низких температур Был внедрен не только у нас в Белоруссии Но и во всем Советском Союзе Так что она была, как бы всегда, пионером Вы знаете, я всегда вот думаю Что правильное заречение было Ивана Николаевича Толстого В жизни есть одно несомненное счастье Жить для других Татьяна Васильевна была счастлива Она жила для других Дарила зрение, свет и краски мира больным Последний раз, когда я ее встретила Она пришла на консультацию Консультативный прием Я сидела Она стала Я еще не закончила немножечко Подготовку больных Она Нина Кирилловна Крикнула мне Я повернулась и хотела встать Она Сидите Крестила руки на груди И говорит мне Нина Кирилловна Она же больной Сегодня я его прооперировала И он видит И такое у ней было Духотворенное лицо Сияющие глаза И я подумала Вы знаете, думаю Ну смотрите-ка Татьяна Васильевна По-прежнему Радуется счастью Других людей Других людей Во время войны Татьяна Васильевна Берич Оказалась в Саратове Она работала Начальником отделения Глазных болезней Клиники Мединститута И работала в госпитале Время было очень тяжелое Она практически не выходила Из операционной И был такой случай Доставили группу Солдат Бойцов Которые По случаю Освобождения Ростова-на-Дону Выпили трофейного спирта На бутылках Была надпись Спирт этиловый А он оказался Древесным И как известно Тот, кто попробовал Древесного спирта Может лишиться зрения Так оно и случилось Нужно было Спасать ребят И она использовала Метод Оксигенотерапии То есть инъекции Из кислорода В область Глазного яблока Этот способ потом Очень широко использовался После войны И многим Спас зрение В 1945 году Она вернулась В Белоруссию В Минск Кстати, из Саратова Ее не хотели отпускать А в Белоруссии Было много Для нее работы Она лечила Туберкулез Глаза И при этом Испытывала методы На себе То есть она Она сначала себе Водила Стрептомицин А потом уже Использовала Этот метод На больных Таким образом Она спасла Очень многих людей От страшной болезни Она лечила Трахому И эта болезнь Была широко Распространена После войны В Беларуси Через некоторое время Она совершенно Исчезла Она делала Операции На хрусталике Глаза И очень удачно С применением Холода Криогенный метод Крио По-гречески Холод То есть Все, что она Пыталась делать Было успешным Она шла По своему пути В своей науке И прекрасно Понимала Что все Чего она Добилась То, чего Она достигла Должны знать Ее ученики Субтитры Если бы меня Вы спросили Когда я Впервые Познакомился С Татьяной Васильевной Я бы Задумался Студентом В 41-45 Годах Я часто По радио Слушал Передачу От Татьяны Васильевны Читал В газетах О ней И затем На различных Форумах Встречался С ней Но Более близко Я познакомился С ней И мы Сдружились Когда она Стала Членом Корреспондента Нашей Академии В 1972 Году Татьяна Васильевна Была Выдающимся Конечно Ученым Но Ее Одарил Бог И Быть Прекрасным Врачом Она Оперировала Самые Сложные Заболевания Глаза И Мне Как и Многим Видимо Другим В жизни Хоть Один раз Приходилось Обращаться К врачу Офтальмологу И Утром Я однажды Проснулся И Как будто Там Писок в глазах Ну Вопроса Не было К кому Обращаться Надо Татьяне Васильевне Я обратился И Она Очень Внимательно Тщательно Проводила Лечение Процесс Лечения Был Конечно Недолгим Но Потом Мы по полчаса По два часа Беседовали О научных Проблемах О возможности Применения Физических Методов Физических Приборов Явлений Офтальмологии И Еще раз Хочу Подчеркнуть Что Она Несколько Раз Приходила В лабораторию Института Физики И действительно Что-то уносило новое И это новое Применяла на практике Такой была Татьяна Васильевна Непоседливой Подвижной Иногда казалось Что она любит Очень поговорить Но потом Выясняется Что это было Именно Зондаш Выяснение Каких-то Непонятных Ей Явлений Обстоятельств И так далее В общем Чудная Замечательная Женщина Очень добрая Никому Никогда Не отказывала Помощь За это Ее любили За это Уважали Татьяна Васильевна Действительно Уже Далекая Нам звезда Но она Зажла На небосклоне И яркую Звезду Которая Влизка К нам Тамару Андреевну Бирич А тот Огромный труд Который она Вложила В науку В разработку Операций Нетрадиционных Он остался Людем Редактор субтитров Корректор А.Егорова Она стажировалась в Москве у знаменитого хирурга Краснова, а потом полтора года в Одессе в Институте Света у хирурга-чародея Филатова, который хотел, чтобы она осталась в институте. Она не согласилась. Кстати, в Одессе ее называли настырной белорусской. Почему? Да потому что она хотела все знать и уметь. Она экспериментировала, она рисковала и находила порой выход из самых безвыходных ситуаций. Она занималась проблемами трансплантации роговицы и лечения зрения после ожогов. Она написала несколько научных работ и стремилась свой опыт передать в первую очередь своей дочери Тамаре. Она подготовила более 30 кандидатов медицинских наук и двух докторов медицинских наук, потому что прекрасно понимала, что все, что она умеет, ее опыт, знания не должны раствориться после ее ухода. Она думала о будущем. КОНЕЦ Имя Татьяны Васильевны Выделяется среди всех ученых-медиков Белоруссии. Это была ярчайшая женщина, творец, медик. Женщина, которая вела очень разностороннюю деятельность. Мне посчастливилось работать вместе с ней в начале 60-х годов. Я посчастливилась видеть, как она консультирует больных. И, конечно, самым большим моим счастьем было то, что я стояла с ней вместе за одним операционным столом. Татьяна Васильевна оперировала блестяще. И в те годы, это начало 60-х годов, офтальмология еще не была столь технически вооружена, как она вооружена сегодня. И результат, конечный результат операции, конечный результат зрения людей зависел от рук, от искусства хирурга. И это искусство было высочайшим. Она очень любила лечить, очень любила оперировать, умела выслушать больного. Но одновременно она любила и учить. И до сих пор я помню те слова, которые она мне говорила, что я бы хотела, чтобы и вы делали эту операцию так, как я. Постойте рядышком, посмотрите. Потому что в хирургии очень много нюансов. И каждый хирург вырабатывает свои правила, свою методику. И у Татьяны Васильевны была такая школа. У нее были некрупные, но очень твердые руки. Она была очень стабильна. У нее не было ни одного лишнего движения. И нам вообще казалось, что, простояв за операционным столом иногда до сутки, она не устает, несмотря на занятость, на усталость, на сложности. Потому что работа хирурга – это не один блеск и не одни успехи. Это и осложнение, это и кровотечение, это и потери глаз, которые бывают в жизни каждого хирурга. У нее характер был очень ровный. За все время совместной работы я не видела ее в гневе. И, что очень отрадно, она не срывала свои неудачи на коллегах. Потому что при всем блеске ее профессиональном, конечно, сложности, как всегда, в медицине были и у Татьяны Васильевны. Играет музыка В ее долгой и, наверное, все-таки счастливой жизни было много разных интересных событий, как, впрочем, и жизни у каждого человека. Но в ее судьбе отразилось ее время, как в зеркале ее эпоха. Она была дочерью своего времени. Она закончила начальную школу вложницы, а эту школу, кстати, основал ее отец. Работала там учительницей, вступила в комсомол, пела в хоре, боролась с безграмотностью, затем поступила на медицинский факультет Белорусского государственного университета. Училась в Академии наук, в аспирантуре. В 1937 году защитила кандидатскую диссертацию. Училась в своей профессии в Одессе и в Москве. Во время войны была в Саратове. Она удостоена многих правительственных наград, в том числе ордена Ленина и двух орденов Красного Трудового Знамени. У нее много почетных званий. Она занималась научной и общественной деятельностью. Врач, ученый, общественный деятель. Это в трех словах. А разве можно рассказать жизнь человека в трех словах? Она всегда старалась жить по принципу справедливости. Она была доброй, отзывчивой, принципиальной и требовательной. Один журналист написал о ней такие строки. «Сильным поборюсь, слабому помогу». Она была такой. И самое главное, она обладала удивительным чувством сострадания к своим больным, к пациентам. И это чувство сострадания было основным нравственным стержнем ее жизни, ее работы. Сильным поборюсь, слабому помогу. Я была поздним ребенком у мамы. Родилась я перед началом войны. Первое впечатление у меня, воспоминание, это мама меня постоянно водила каждое воскресенье в оперный театр. А во время войны там были самые лучшие силы, потому что эвакуированы были в Саратове. И очень хорошо помню, когда мы уезжали из Саратова. Ее не отпускали, потому что она уже заведовала кафедрой, а работала она там под руководством профессора Беляева. И он очень полюбил ее, потому что она всю себя отдавала как-то работе и очень любила хирургию. Я очень хорошо запомнила вот этот отъезд из Саратова. Это огромная толпа вот таких выздоравливающих раненых, которые очень хорошо к ней относились. Потом приезд в Минск, помню, школьные годы. Ну, уделяется внимание такое, знаете, вот как сейчас, наверное, детям. Просто у мамы не было возможности, потому что она работала очень много. И даже меня иногда, ну, это я уже от себя такое скажу, что вот у меня сын взрослый уже, и он иногда упрекает меня, что вот я занималась научной работой и вроде бы мало ему внимания уделяла. Я всегда вспоминаю, что я никогда, вот как-то даже подумать о том, чтобы упрекнуть маму в чем-то, что она уделяла мне мало внимания, я считаю, что она, ну, считала, что самое главное – это работа, учеба. И как-то она, несмотря на то, что казалось, не очень занимается мной, но тем не менее, в общем, она определила у меня музыкальную школу, не заставляла меня, не давила на меня никогда в выборе профессии. Она просто меня посадила, вот когда она чувствовала, что уже пришло время решать, и она так ненавязчиво мне сказала, что самая лучшая профессия для женщины – это врач, врачебная профессия. И вот как-то она меня убедила. И вообще по жизни я считаю, что вот человека нужно больше убеждать, чем навязывать какое-то решение. И вот у меня, собственно, так и получилось. Мама была очень принципиальным таким человеком, настоящим коммунистом, именно настоящим, я считаю. И она сказала, что тебе надо поехать в районе поработать, чтобы не было разговоров, что вот дочь профессора там работает где-то, сразу остается в Минске. Я уехала работать с Борисов, поскольку я назвала ее таким настоящим коммунистом, это действительно было в ней, понимаете, она по совести вот относилась к этому. И она не могла без дела, вот это меня всегда удивляло, вот это действительно настоящая такая черта – не быть без дела. Ее такая принципиальность постоянная, потому что, ну, как-то относиться к людям вот так, с добром, с пониманием, состраданием, вот это все у меня осталось. Я именно вот с этими мыслями вспоминаю маму свою. Музыка. 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 Что чувствует человек, которому после операции на глазах через несколько дней снимают повязку? Ожидание чуда, напряжение, неуверенность, страх, а вдруг не получилось? Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все равно, где бы мы не причалили К островам лет сиреневых птиц К мысу радости К скалам печаль Клили Не поднять Нам устал Приснить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ